Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном занятии курса трактата Гермеса Трисмеги, Стопи Мандер. Сделаю вот маленькую-маленькую такую ремарочку и скажу следующее. Я попробовала до этого записать сегодняшнее занятие и почувствовала себя очень дискомфортно по причине того, что меня попросили, чтобы была некая такая структура то есть сначала древнегреческий, потом классический, а потом русский чтобы все было по порядку, это было понятно. Я действительно попробовала записать, мне было очень некомфортно но мне было очень сложно записывать, я сбивалась с мысли и поэтому я не знаю, как это, попросить, не попросить вас то есть давайте я буду делать так, как мне удобно потому что иначе я не смогу передавать вам информацию то есть если я буду, если я начинаю думать о том, как удобно зрителю что удобно зрителю, как мне говорить то вот эти вот мысли, они меня отвлекают поэтому я искренне пробовала, но у меня не получилось и я очень сильно отвлекаюсь хорошо, переходим к следующему занятию сегодня сегодня очень интересное, на мой взгляд, занятие так вообще весь трактат интересный речь пойдет непосредственно о Боге и название этой части занятия переводится как то есть это три слова, они абсолютно разные это ум, отец, Бог то есть и это все про одно и то же разными словами напоминаю, что в каждом почти занятии я говорю о том, что упоминание слова Бога либо слова Отца не идет в контексте религиозности поэтому если вы видите какие-то переводы в интернете связанные непосредственно с религиозностью данного трактата то это скорее всего фейковый перевод либо человек, но не знаком с идеей философского понятия о чем здесь идет речь потому что здесь этот текст, он далек от религии Итак, абзацы сегодня будут достаточно большие на 6 и 7 мы разберем, ну по крайней мере я попробую если не успеем, 7, то вот как уже повелось, да, будет вторая часть Итак, начнем, приступим сразу к 6 абзацу то что читаю на андреевник греческам «Одэ пи мандрес эммий, εννοήσεις φύси την θέан таύτη, ότι και βούλε, και γνώσουμε, эфин εγώ, το φως εκείνо эфи эγονούς, ως ως θεός, ο προφήσιος υγράστης, εξ σκότος φανήσεις, ο δε εκ νους φωτεινός, λόγος ιός θεού, τι ού φημή, ούτε γνώθη, το εν σοι βλέπων και ακούων, λόγω κυρίου, ο δε νους πατήρ θεός, ου γάρ, δι, δε υστέντα, απ αλλήλον εννοήσεις γάρ, τούτον, εσθην εσύ, εφαρήστος σι, εφιν εγώ, αλλά δε νοί τοφος, κε γνώριζε τούτον. На этом заканчивается шестой абзац, и будем переводить, буду я его переводить параллельно с греческим, с классическим, то есть почитаю часть на греческом, потом переведу, потому что я не могу сразу зачитать новогреческий и потом только говорить на русском, потому что, как я уже сказала, я пробовала, мне это очень сложно, я теряю нить мысли. Итак, перевод. И тогда Пемандрис продолжил разговор, свой диалог, которым я ищу шла, и спросил, понимаю ли я способ работы, либо процесс работы вот этого невидимого мира. Невидимый мир в данном случае это не материальный мир, либо мир идей. Идей и возможностей, которых он дает. То есть здесь Пемандрис спрашивает, насколько ты это понимаешь, как это все устроено, как это работает. Икиното фоспу, продолжай, да, поясняет. Икиното фоспу эвлипис прин, синехисио Пемандрис, то есть тот свет, который ты видел, продолжает Пемандрис, то есть свет, о котором речь идет, в предыдущих занятиях, где шло описание вот этого белого света, наполненного спокойствием, блаженством и удивлением, восхищением, про этот белый свет речь идет. То есть тот белый свет, продолжил Пемандрис, это есть я. Ум, твой ум, твой, внимание, не чей-то, твой ум, Бог, которым ты можешь стать. То есть здесь у нас прямая уже идет отсылка к тому, что этот свет, который видит низшее я в моменте медитации, именно в моменте медитации, не когда она находится в сознании, а это другой уровень, это видоизмененное состояние, в котором нету сознательности. Там абсолютно все по-другому работает. И первое, с чем мы встречаемся, свет, а вот этот свет, это и есть Бог. И Пемандрис в данном случае является вот этот вот божественный ум, так он себя здесь и представляет. То есть это и есть я ум, Бог, которым ты можешь стать. Внимание. То есть То есть божественный ум, который у тебя был, скорее всего, в котором ты находился до того момента, пока ты воплотился. Но здесь уже сразу двойное упоминание. С одной стороны, косвенная отсылка идет к тому, что жизнь бесконечна. То есть до того, как ты воплотился, значит, после смерти ты тоже куда-то пойдешь. То есть о бесконечности души, да, речь, что смерть физическая не является завершением. И второй момент, что с этим светом ты уже сталкивался. То есть Бог, это не какое-то одно существо, а это, скорее всего, состояние, в котором мы пребываем и в котором мы можем быть. Ну, во-первых, пребывали до того, как воплотились, и здесь про это речь идет. И второй момент, то, к чему мы должны при жизни стремиться, дальше мы про это прочтем. То есть божественный ум, да, которым ты владел, который ты имел, в состоянии, в котором находилась твоя душа, до воплощения. И пояснение, да, профессиус, то есть это выражение в тексте, профессиус играс. Игра, игро, это стихия воды. То есть до того момента, как ты вошел в природу водную. Что здесь подразумевается? Когда было описание планеты, мы говорили, что сверху это видно, как водная природа. Почему водная? Потому что она переменчивая, она не постоянно. И вот здесь не случайно это, если вспомните, да, по-моему, мы процентов на 70, конечно, я могу ошибаться, состоим из воды. Это один момент, да, и вообще наш мир, он не постоянен, он видоизменен, поэтому он водный. Вода, это переменчивая такая стихия. И опять-таки мы, как женщины, да, это знаем. Гормональный фон, насколько он влияет, луна влияет на наш гормональный фон и на наше состояние. И от этого мы становимся изменчивыми, да. У нас перепады настроения. Вот про эту изменчивость речь идет, да. То есть нами управляют эмоции, мы изменчивые. То есть до того, как мы воплотились в эту изменчивую природу, мы находились вот в этом божественном свете, то есть что есть Бог. А вот как раз-таки в человеческом уме, то есть у нас есть божественный ум, да, это белый свет, у нас есть человеческий ум. Человеческий ум подразумевается сознание, да, в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. А вот в человеческом уме, да, который ты используешь сейчас, ты должен научиться. На иосифисис, иосифисия переводится в прямом смысле как усыновление. И вот здесь как раз-таки, если мы опять говорим, что с нами говорит наш отец, поэтому второе слово-заголовка было патыр, то есть отец, Бог-отец, то опять-таки есть это понятие, да, триединство, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть здесь Сын должен уподобиться своему Отцу. Опять-таки в контексте Древа Жизни Тиферит, да, что является, то есть у нас есть большой лик, мы говорили, и малый лик. Большой лик – это отец, и малый лик – это человек. В данном случае это личность. То есть личный, под личностью мы подразумеваем, вообще, если вообще примитивно и не в тему, это наше эго, чтобы было понятно, потому что мы слышим слово «личность», может, не все понимают. А слово «эго», хотя оно тоже не совсем корректно, но вот оно хоть было понятно. И вот здесь как раз-таки и говорится, что задача человека – это как раз-таки использовать вместо своего человеческого ума, то есть вместо сознания, божественное, да, отцовское, то есть уподобиться своему отцу, усыновить мышление своего отца. Тифеологи ки, по эпикротисту, то есть то мышление, которое присуще именно в мире света. То есть опять-таки, как мысль наводят на то, что к чему мы хотим прийти? К просветлению, да, то есть осветить свой ум. Каким образом? То есть изменить, находиться все время в видоизмененном состоянии. Как это, почему это важно? Дальше мы все это узнаем. И таким образом, автоса, семета, трепси, си, йо, тосу, и таким образом это привезет к тебе, к богоподобному человеку, да, либо, если конкретно переводить, ну дословно, божьему сыну, сыну бога, божьему сыну. Я говорю богоподобному. Дальше. То есть здесь нам сразу идет пояснение, что наша задача до воплощения, мы находимся в одном состоянии, когда мы воплощаемся, мы приходим в сознание, то есть мы приходим в нашу виду измененную природу, да, непостоянную, что влияет. И из-за этой природы, из-за измененной, мы все видим иллюзорно и искаженно, то есть мы не видим истину по этой причине. Продолжаем. Кетуипа. Мепьен тропу ейнете авто. И я ему сказал, каким способом это можно, ну, это случается, то есть вот иметь божественный ум, да, то есть находиться все время в нем. Автопа препина гурнурис синтуексис. То есть то, что ты должен знать, следующее. Отом в риске сикатастоси в еллюизму. Когда ты находишься в состоянии медитации, автопа бурис на риске на акусис, то, что ты можешь увидеть и услышать, опять-таки увидеть третий глаз, то есть это слово божье. Диоты о нушу синдэйте метунуту патэйрашу пуиню офис. Почему? То есть он поясняет, почему это божье слово в процессе медитации ты слышишь, потому что твой ум, то есть вот этот вот человеческий сознательный ум, момент медитации, то есть видоизменяется и соединяется с божественным умом, то есть с умом твоего отца. А если он соединяется, а отец, как он мыслит, вот этот божественный ум света, как он мыслит, то соединившись с ним, подключившись, условно говоря, к нему, ты начинаешь мыслить так же, как и он. Не может, то есть вот этот вот момент, когда твой ум подключается к отцу, к уму отцу, нету разделения, нету разделения на твое лицо, да, и лицо твоего отца. И дальше пишется, когда это достигнется, то есть слияние этих двух лик, то есть отца и сына, тогда это приведет к появлению действительно настоящей жизни. То есть до того момента, пока мы не соединимся, не будет у нас слияния с Богом, с Творцом, мы не можем назвать свою жизнь, жизнью как таковой. И вот у Апанисы в Христу, вот здесь вы смотрите внимание, да, и я ему ответил, благодарю. То есть он не стал задавать вопросов, ничего там как-то вот уточнять, просто поблагодарил. И этот момент благодарения, он тоже важен. Почему только поблагодарил и не стал задавать никаких других вопросов, смотрим дальше. Продолжает, значит, Пимандрис, Бог с ним разговаривает и говорит. Используй тогда свой ум таким образом, чтобы он соединялся со светом, то есть с разумом. То есть здесь фос подразумевает афрониси. Афрониси – это разумность с разумом. Освенно Борис, нагнулись в прагматике Алифия, для того, чтобы познать настоящую истину. Ну, Алифия – это, в принципе, правда. Но правда истину в данном случае. То есть, если ты что-то хочешь узнать и понять, тебе нужно подключиться к источнику. В данном случае источник – это божественный ум, это свет, да, то есть к этому свету, к этому божественному разуму ты должен подключиться. Только тогда, А, ты будешь жить, только тогда, Б, по-настоящему жить. Познаешь жизнь, да, и, Б, поймешь правду и истину. Так, у нас 17 минут. Ладно, попробуем. В принципе, этот абзац у нас закончился. Шестой. И мы перейдем с вами к следующему абзацу. Он тоже такой достаточно большой. Но попробуем его успеть перевести. Седьмой абзац. И, пунктус, тута, «Еπί πλήωνα χρόνων, αντόπισέμι, ώστε με τρέμειν αυτού, την ιδέαν, ανανεύσοντας δε, θεωρώ εν το μη μου, το φως εν δυνάμησιν, ανάρυθμιτος όν, και κόσμων, απεριόριστον γυγενωμένων, και περιείσχεσθε, το πυρ δυνάμι, μέγιστη, και στάσιν ισχύκαινε, κρατούμενον, τούτα δε, εγώ, δε νόηθαν. Ωραν διάτων πυμαντριου λόγων. И, περιβότ, сейчас я прокручу немножко, и идет дальше продолжение. Λέβον δώσμο αυτά τα λόγια, με κύτταξε κατάματα, για αρκετή ώρα, βλέπον δάσμε, με το τρόπο αυτό, το περιχόμενο της ψυχής μου. То есть, когда Бог, здесь я уже слово «πιμαдрес» изменю на слово «Бог», потому что нам уже дало пояснение, что с ним разговаривает, с Гермесом, с Мишемья разговаривает, выше я Бог. Здесь уже идет речь о том, что, когда мне, ну, то есть, Бог говорил эти слова, да, Он посмотрел на меня, мы помним, да, что изначально говорилось о том, что по ту сторону мы увидели нечто такое огромное, которое вездесущее, да, то есть, нельзя сказать, что где-то в одном конкретном месте это было, это вездесущее, да, свет божественный, вездесущее. и вот этот вездесущее свет посмотрел на меня, на Ниши Яна Гермеса, достаточно времени, таким образом, таким способом, как будто бы, смотрел и видел всю мою душу. То есть, изначально, когда вообще диалог находил, начинался, да, Бог уже знал, что, с чем пришел Гермес, да, с чем пришел, пришло наше низшее Я, да, то есть, с какими вопросами, что оно хочет узнать. А теперь мы видим о том, что, кроме того, что он знает, он еще и все видит. То есть, здесь то, как он посмотрел, да, знаете, пронзительно, насквозь. То есть, сначала сказал, да, о том, как должно произойти слияние, да, как человек должен прийти к этому просветлению, прийти к этому состоянию, и в дальнейшем посмотрел вглубь меня, да, то есть, так пристально, так пронзительно, насквозь смотрел вглубь меня, что мог видеть мою душу. Это, знаете, я не знаю, насколько в человеческом формате это реально, когда ты смотришь вот в глаза, да, опять-таки мы не случайно говорим, глаза, зеркало, души, когда ты смотришь в глаза другого человека, и вот ты как будто бы видишь его всю душу, видишь его всю ситуацию, что он прожил, как он прожил, вот эти вот все как будто бы картинки, но это все одновременно происходит. Не знаю, был ли у вас такой опыт, мне-то он знаком, но вот это вот ощущение, и здесь, ниже, я вот это вот ощутила, что Бог смотрел пронзительно в его глаза и видел всю его изнанку, да, то есть всю его душу насквозь. и это меня пронизала, пронизла, знаете, дрожь, дрожь такая от понимания того, что я нахожусь с Богом в мире идей, то есть вот этот вот взгляд, до этого просто был диалог, да, ему что-то показывали, а тут как будто бы, знаете, вот то, что вот он посмотрел, он как будто бы вот вошел, да, потому что там речь шла о слиянии, то есть вот этот вот свет, как-то он смотрит на тебя, он проходит, он пронизывает тебя в виде всю твою душу, в этот момент такое было тремо, такое некое дрожание, да, от, как мы говорим, еще мурашки, да, вот ходят по коже, дребезжание, как волнение от того, что, от осознания того, что Бог находится вместе со мной в этом мире, нематериальном, да, в мире идей, то есть от того, что вот он со мной, то есть до этого был просто диалог, а это вот как будто бы вот его с собой куда-то унесло. Вот она, пектисе, то нелин, хо туне в туму, когда я пришел в себя, тут и осознал, то есть здесь уже осознание проходит, пришло, вот и литургия, то нуму, и ниплеон, я фортики, дэот и бурри, тора, нан, я криме, то фош, а на я крыне, от и ту фош, а по ту лите, а по анаритмитес динамис, а по тисупиес динамис, бурри на гинете, энас космус, а переористон, динато титон. Здесь мне очень важно для вас перевести дословно, потому что опять-таки в текстах перевода, что было через интернет, ну в интернете, да, русский перевод, опять было некое такое искажение, там начиналось приписываться религиозное, там понимание, там про ангелов и так далее, чего нету в данном случае в описании, поэтому, то есть когда он вот пришел в себя, в то есть я осознал, что литургия, то нуму и ниплеон, что мое сознание, да, то есть способ, как мой ум стал работать, он стал уже другим, то есть вот в этот вот момент, в прошлом занятии, я присылала вам ссылку, там была ссылка прикреплена в комментарии, на Дмитрия Лапшинова, который занимается медитациями, действительно рассказывает, что это за процесс, так вот он там говорит о том, что настоящая медитация, это мистический опыт, это не процесс, то есть это мистический опыт, который ты переживаешь, и вот в данном случае, вот этот мистический опыт произошел, то есть условно говоря, через то, что Бог смотрел на низшее Я, он как будто бы вот прошел внутрь Него, и вместе, где-то вот внутрь, это опять-таки не в тело, а вот в сознании, вместе они как будто бы оказались в видоизмененном состоянии, и вот после того, как этот опыт произошел мистически, низшее Я приходит в себя, и оно осознает, что все, теперь я уже мыслю по-другому, то есть теперь уже нету прошлого мышления, то есть вот это вот мистический опыт, он произошел, и дальше, что способ моего мышления, стал другим, и пояснение, Дьоти Бурина, Дья Крини, потому что он может уже видеть вот этот вот, было вот, как-то сказать, некое такое видение, откуда он это понял, потому что есть вот это вот понимание, скорее всего, вот это вот распознавание того, что свет имеет бесконечные анаритмитес, это значит, когда нету цифры такой, без цифровой не проходит, ну то есть неограниченное количество цифр, то есть бесконечные возможности силы, динамис это силы, то есть открываются, такие безграничные возможности, способности, то есть вот этот вот свет, он состоит из таких способностей, которые могут сами по себе автоматически, порождать другие миры, то есть вот не просто это был свет, как изначально, который вызывал блаженство, восхищение, а он был как будто бы наполнен такими способностями, которые, с одной стороны, и тебя наполнял безграничными возможностями, способностями, и одновременно вот эти вот способности могли создавать другие способности, я понимаю, что сейчас очень сложно понять то, что я говорю, но поэтому попробуйте пропустить через тело, и какие у вас ощущения появятся, так возможно будет проще понимать, давайте попробую дословно перевести, может быть так будет понятно, что свет состоит от бесконечных таких сил, здесь слово сила используется, динамис, а вот и супе, динамис, из которых сил, рождается мир, мир, и нас кожмус, бесконечных возможностей, то есть свет состоит, то есть свет состоит из сил, которые рождают, то есть эти силы, бесконечные возможности, потому что мои умственные возможности достигли такого уровня силы, силы, которые вообще, на которые способен ум достичь, то есть он пришел вот в некий такой пик, то есть вот этот вот божественный опыт, когда в твое сознание вошел Бог, и произошло действительно просветление, пришло понимание, осознание, как все устроено, то есть как этот свет, из чего он состоит, из каких сил, из каких способностей, что эти силы, и что эти силы могут родить, да, и вот в этот момент пришло осознание, что у меня изменилось мышление, потому что я достиг тех, то есть способности, на которых вообще, тех сил, скорее всего, да, на которых вообще способна природа, да, моя природа в данном случае, кисломатеси, софтитену и кикатастоси, и остановился, то есть весь этот процесс, моего мыслительной вот этой вот, этот мыслитель, как бы так сказать, софтитену и теки катастоси, а, то есть после вот этого вот озарения, да, просветления, если так можно сказать одним словом, да, я пришел в такое состояние, да, то есть вот этого божественного просветления, и я смог его удержать, то есть не просто, чтобы это было как-то стабильно, но и как будто бы вот одновременно поддерживаешь, то есть, знаете, вот когда вот мысль какую-то улавливаешь, и ты ее продолжаешь поддерживать, то есть он вошел в это состояние, сначала он словил это состояние озарения, вошел в это состояние света, просветления, а потом он понял, что он может постоянно находиться в этом, да, то есть он уловил это состояние, и удерживает его в рабочем состоянии, удерживает в рабочем состоянии. И после вот этого всего момента, да, я начал понимать все возможности, с которыми я, ну через что, либо каким образом, да, я могу общаться и взаимодействовать непосредственно с Богом, с самим Творцом. То есть после этого опыта, низшее я настолько изменилось в своем сознании, да, что больше, во-первых, оно не возвращалось к прошлому, своему образу мышления, с другой стороны, оно подсоединилось именно к божественному отсюда, к источнику, давайте так скажем, да, и оттуда могу черпать, во-первых, сразу пришло понимание, как все устроено, да, потому что когда ты подключаешься к источнику, то, ну вот от источника, от первого начала, ты понимаешь, как все устроено, да, вот это вот ему показали, да, то есть Бог ему это показал, как вот этот вот свет, какие возможности он дает для создания мира, и как это вообще все создается. Здесь речи вообще нигде не идет о каких-то там помощниках, либо там ангелов, либо еще что-то, то есть вот ниша я увидела вот этот вот свет, и на что он способен, в дальнейшем смог уловить это состояние и находиться в нем, что очень важно, то есть это не было каким-то мимолетным опытом, то есть медитация это не какой-то мимолетный опыт, а это вот именно процесс, который произошел, он как будто бы запечатлился, да, и он в нем остался, то есть он не вышел, но потом не изменил, не изменил свое состояние, да, он в нем остался, и с этого момента, поскольку он был подключен уже к первой источнике, то есть Бог вошел, условно говоря, в него, он понял, какие возможности теперь перед ним открываются, и как он может общаться с Богом, с Творцом. На этом моменте у нас завершается седьмой абзац, и до двенадцатого пять, да, если я не ошибаюсь, пять абзацев они утрачены, то есть дальше идет, должно идти пояснение, каким образом он может взаимодействовать с Богом, и возможно очень много чего интересно, то есть практически вещи, то есть что я осознал, что я понял, как теперь это можно будет использовать, то есть вот эти вот моменты, они, к сожалению, были утрачены, и мы на самом интересном, так как, как всегда, на самом интересном мы никогда не узнаем, да, то есть нам сохранился опыт, как он пришел к этому, да, к проживанию, но какие осознания он получил, да, что он там увидел, этого нет, и дальше трактат продолжается с двенадцатого абзаца, двенадцатый и тринадцатый, который мы будем изучать с вами на следующем уроке, но как подытожив этот урок, я хочу сказать, что мы помним, что это происходит всегда в медитации, это божественное озарение, можно ли назвать? Можно. Именно поэтому я и говорила о том, что настоящая медитация, она подразумевает как пик именно вот это состояние, и если его не происходит, то мы просто еще не отошли, да, то есть у нас есть несколько ступеней, как говорил Дмитрий Лапшинов в прошлом уроке, в ссылку, то, что я вам присылала, если вы посмотрели этот ролик, он там как раз таки описывает эти стадии медитации, и насколько это действительно такой, знаете, процесс подготовительный, прежде чем ты придешь к этому. Возможно ли другими способами? Да, наверное, можно, да, не знаю. Но суть заключается, что вот это вот озарение божественное, да, ты получаешь с помощью медитации. Можно ли его получить с помощью молитвы? Не знаю, тоже не могу сказать. Вот, возможно. Но опять-таки только в видоизмененном состоянии, да, и здесь мы, нам описали, кто же такой Бог, и насколько реально с Ним слиться, да, и мы здесь видели это слово о том, что Бог – это божественный ум, это Отец, это Свет. Вот, в дальнейших абзацах там будет более подробно описано, как же мы можем слиться с этим Светом, да. Вот, мы это все будем с вами изучать. Хорошо, жду ваших комментариев. Еще раз, я просто… Нет, хотел что сказать. Нет, это быть неуместно. Прощаюсь, жду ваших комментариев, ваших каких-то, может быть, инсайтов, озарений по поводу услышанного, да, может быть, были нечто аналогичные какие-то у вас ситуации. И до следующего урока. Пока-пока.